Близится День памяти и скорби. 22 июня, 80-е годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день и летом 41-го началась самая страшная война в истории нашей страны. Национальный архив Республики Коми приурочил к памятной дате виртуальный выставочный проект. Он основан на документах проверочно-фильтрационных дел советских военнопленных наших земляков. Александр Карепин одним из первых смог увидеть уникальные архивные документы. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Об ужасной четырехлетней битве, унесшей десятки миллионов жизней, написано немало исторических работ. И большое значение для воссоздания событий страшной войны имеют личные свидетельства ее участников. Их осталось немного, но все же небольшая часть хранится в Национальном архиве нашей Республики. Фильтрационно-проверечные дела – один из самых закрытых комплексов архивных документов. С отдельными делами имели возможность ознакомиться только несколько человек. Теперь и у нас появилась такая возможность. Выставка выложена на официальном сайте Национального архива. И вот мы решили начать работу для того, чтобы все-таки потомки и родственники бывших солдат Великой Честной войны могли увидеть сами документы, которые касаются их родных, могли ознакомиться с их воспоминаниями о боях, о том, как попали в плен, как были освобождены, в каких срождениях они принимали участие. Тем более, что надо сказать, что многие из военнопленных, они начали войну 22-41 года, прямо на границе. А вот на этом стеллаже хранятся документы, принадлежащие архивному фонду с информацией о военнопленных. Вот карточки учета солдат Красной Армии, попавших в плен фашистам. К примеру, вот карточка с записью ведутся на немецком и на русском языках. Наш земляк из села Усть-Кулом, рядовой 76-го стрелкового полка, другов Геннадий. Крайне важно сохранить имеющийся комплекс подобных документов. Редкие записи включают в себя протоколы допросов, объяснения, автобиографии, описание сражений и жизнь в плену. Вот как описывает начало войны пулеметчик 82-го стрелкового полка Мишарин Михаил Федорович. 22 июня, в 4 часа утром, находясь в окопе вместе с первым номером русского пулемета «Москаленко», мы увидели немецкую пехоту, идущую прямо к нам с винтовками, автоматами и гранатами. Тогда мы сразу открыли огонь из пулемета и стреляли до последнего патрона, а боеприпасов не доставляли. Вечером 22 июня ранило руку моего товарища «Москаленко», а меня ранило осколком правую ногу. Подобные документы, записанные в военное или послевоенное время, позволяют взглянуть на войну под другим углом, через субъективное восприятие ее участников, увидеть страшные события войны от первого лица. Александр Карепин, Олег Юшков, телеканал Юрген.